Пик прошел. Главная задача удержать позиции, завоеванные тяжелыми испытаниями для всего народа, для всей системы здравоохранения. С громкого заявления начался брифинг с участием министра здравоохранения Казахстана Алексей Цой озвучил информацию о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Почти 70 процентов из заболевших выздоровели. Провизорные стационары заняты всего на треть. В семи регионах Казахстана закрыто и перепрофилировано порядка 15 стационаров или коечной мощностью 1980 коек. Аналогичная динамика наблюдается в работе скорой помощи. Немногие из вас знают, что в республике в конце июня неотложки обслуживали около 30 тысяч вызовов в сутки. За последние две недели карантина общее количество обращений в скорую помощь увеличилось почти вдвое. Да, мы однозначно решили горящие вопросы, однако бороться одними стационарами с этой напастью очень сложно. Наш опыт и мировая практика подтверждает это. И здесь очень уместно вспомнить золотую врачебную истину. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Глава Минздрава Алексей Цой ответил на вопрос о продлении и смягчении карантина. Две недели врачи будут следить за динамикой заболеваемости. Если наметится снижение, то придет время долгожданного поэтапного смягчения карантинных мер. На протяжении этих двух недель мы будем ежедневно мониторить данные. И если мы увидим стойкое снижение заболевания, тогда у нас есть план, который мы докладывали на государственной комиссии по поэтапному снижению мер. То есть в случае, если показатели в динамике будут ухудшаться, тогда будут приниматься другие решения. В настоящий момент тенденция по положительной динамике показателей есть. Министр здравоохранения заявил, что новый подход в статистике по коронавирусу и пневмонии позволит делать правильные прогнозы заболеваемости. Ответил Алексей Цой и на вопрос о выплатах компенсаций медработникам, заболевших до объединения статистики по COVID-19 и пневмонии. Цой обещал разобраться с каждым случаем отдельно и попросил коллег не переживать. К слову, по новой статистике основываются не только выплаты и компенсации, а в первую очередь распределение ресурсов, прогнозирование, диагностика и госпитализация. Шудин Саидов, Ерлан Бексаидов, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании ОТРАР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова